В рамках празднования Дня города и района была проведена выставка-ярмарка мастеров народно-прикладного творчества. Она интересна не только представленным на ней товарами, сколько людьми, принимающими в ней участие. Многие из них являются хранителями древних народных промыслов, которые в век компьютеров и 3D-технологий постепенно исчезают. Оттого такие выставки прикладного творчества и народных промыслов с каждым годом становятся только ценнее. Город мастеров расположился по улице Красной. Здесь жители и гости Славянска могли наслаждаться лучшими работами мастеров прикладного творчества. Глиняная деревянная посуда, вышитые ручники, необычные картины и украшения – все ручной работы и в единственном экземпляре. Здесь можно было не только приобрести яркий необычный сувенир, но и пообщаться с умельцами, которые охотно делились секретами своего мастерства. Супруги Гущины приехали из Брюховецкого района. У них семейная творческая мастерская «Русское волшебство». Они изготавливают изделия народного творчества в городецком стиле. Игрушки, посуда, домашняя утварь – все это сделано руками, соблюдением всех традиций, которые в этой семье передаются по наследству от отца к детям. Мы продолжаем традицию древнего городецкой росписи. Ей больше тысячи лет. Есть древний город-городец на Волге. И резьба – это тоже городецкая. Это наследие народное нашей Руси. Как их охлама, как их жель. Городецкая роспись тоже распространена. Мало кто знает, но сейчас это все возрождается. И все эти, естественно, образы древние, они несут радость, гармонию в семью. То есть раньше, когда расписывали люди, они, естественно, с любовью это делали, украшали свое жилье. Ну и сейчас это тоже, я думаю, что люди чувствуют это, когда приобретают вещи, подарки для себя, для любимых. Это очень такое нужное дело. Также любит работать с деревом и делать из него разные поделки наш земляк – житель рисового сельского поселения Александр Ермолаев. На ярмарк он приехал вместе со своей супругой Ольгой. Они оба учителя. На двоих у них 100 лет педагогического стажа. Александр Борисович свое умение работать с деревом передает ученикам, прививая им любовь к творчеству и столярному делу. Повязал свою жизнь с работой в школе, с тем, что обучаю ребят в таком мастерству. Вот такие поделки ребята у меня делают сами на кружке «Юный столяр». Они обтачивают эти заготовочки, наклеивают их, а потом мамам подарочки. Несмотря на древнюю историю, народно-прикладное творчество продолжает развиваться. Появляются новые технологии, новые техники работы, новые интересные объекты для творчества. Мастерица Елена Фетчина занимается мыловарением. Она создает букеты из мыла, которые кажутся настоящими и живыми. Помимо того, что это очень красиво, но и полезно для кожи. Домашнее мыловарение – это прежде всего качество, где главная ценность – натуральность мыла, а значит и его полезность. В магазине мыла, даже если оно говорится, что оно там натуральное, оно не натуральное. Там не вся щелочь вошла в процесс омыления, поэтому она может вызвать наоборот ухудшение состояния кожи. У меня процесс проходит полностью омыление. И кроме того, я еще добавляю, если это лечебное мыло, вот допустим масло мяты, успокаивает кожу, дегтярное. Ну все знают, допустим, в Сарязом люди, которые страдают, берут шунгитовое мыло. До того доходит, что даже колени бабушки берут, мажут этим мылом. Помогает, не считая того, что проблемы, когда с кожей даже раздражение есть. Ну вот эта косметика натуральная, она не сравнится с тем, что продают в магазине. Елена Фетчина является членом славянского клуба «Мастера Кубани». Они – постоянные участники выставок и ярмарок в нашем городе. Вот и на этой выставке большая часть мастеров – это творческие и талантливые славянцы, наши земляки. Они с радостью поздравили свою малую родину с днем рождения. Хочется много сказать, хочется пожелать всем доброго здоровья, терпения, побольше денег, хорошего настроения, чтобы такие праздники были чаще и они не усугублялись нашими плохими событиями, которые происходят у нас сейчас в стране. Но мы больше чем уверены, что победа будет все равно за нами. И будет на нашей улице всегда вот такой праздник, и мы будем жить долго и счастливо, потому что живем в России. Нашему городу только процветание. Сколько мы ездим по краю, на ярмарки, везде наш город самый красивый, самый зеленый. Хочется, чтобы вот это сохранилось, чистота в городе, чтобы люди были счастливые. Ну и почаще к нам на ярмарке проходили. Поздравляю всех жителей, гостей с вашим праздником, ну и с нашим тоже. Желаю, конечно же, радости в душе, света и всем благополучия и здоровья. Выставка «Ремесел» стала культурной площадкой, где можно было увидеть яркие и красивые работы авторского искусства, а также приобрести эксклюзивные сувениры на память о праздновании 99-летней годовщины Славянского района и города Славянска-на-Кубани. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Спасибо.